добрый вечер всем очень рад вас видеть здорово что столько людей дотерпели и теперь вот самое время наверно после агрессии немножко поговорить о смысле жизни сразу хочу сказать вот все что я буду сегодня рассказывать это просто очередная попытка разобраться в вечном вопросе в чем смысл жизни и я надеюсь что вот эта встреча позволит нам ну наверное ближе подойти или ближе понять что же такое смысл жизни и как его находить я очень благодарен то что вы сегодня все пришли и буду еще больше благодарен если вы будете мне помогать то есть активно участвовать в общении отвечать на мои вопросы задавать свои вопросы я думаю что все это позволит нам сделать сегодняшний вечер более интересным насыщенным и надеюсь полезным я бы хотел сказать что вот свое выступление я условно разделил бы на три части понимаешь что и по времени мы немножко не укладываемся поэтому 1 часть она будет посвящена на такая бы в технологическом университете как она будет немножко технологическая она будет посвящена тому что что такое смысл жизни 2 она будет более философской наверное посвящена тому как его найти но а трети как и полагается ответы на ваши вопросы надеюсь что они будут и будут достаточно интересно, и вместе мы попробуем разобраться. Прежде чем мы стартуем, я бы хотел спросить, меня этот вопрос мучает, мне ужасно интересно, и это заодно проверит нашу с вами интерактивность. А вот из тех, кто пришел сюда, кто уже знает ответ, ну так уже гарантированно, на вопрос «Что такое смысл жизни?» Если не трудно, руки можете поднять? Вот так уверенно. Вот одну вижу, две вижу, полторы точнее. Три. Но, смотрите, уже неплохо. Для себя, естественно. Вообще, уже больше, смелее. Отлично. Я просто к чему? Вот в конце будет интересно, когда мы каким-то выводом подойдем, какая-то уже определенная информационная картинка сложится, мы можем с вами попробовать свериться, как вы себе это представляли, и как это, возможно, у вас совпало-не совпало изменилось после сегодняшней нашей встречи. Итак, я предлагаю нам с вами начинать. Начинаем мы вот с такой замечательной картинки, заявленная тема, как я уже сказал, смысл жизни и как его найти. Не зря я вот такую картинку поставил. Вот как только человек рождается, как у него только в глазах появляется еще такое созданное, замечательное, он начинает задавать вопросы. как, почему, что, куда, зачем, и уже начинает его мучить эти вопросы, близкие к тому, а в чем же смысл жизни. Я говорил, что первая часть будет технологическая, вот и пойдем мы, наверное, с простых вещей. Начнем с того, а что такое жизнь? Вот, казалось бы, ну, давайте попробуем разбираться. Нет, ответ на вопрос есть, мы сейчас завязнем иначе. И я не стал, терминов очень много, я не стал заморачиваться, и все определения, которые здесь есть, они взяты просто из Википедии, для того, чтобы сформировать общее, они мне абсолютно истину не представляют, они, в общем-то, призваны сформировать общее впечатление. Ну, вот, вы знаете еще со школы, что это активная форма существования материи, ну, наивысшая и так далее. А теперь давайте попробуем сделать следующее. Так, а куда мы исчезли? Опа, бывает. А теперь давайте попробуем представить одно слово, с которым у нас ассоциируется жизнь. Вот для того, чтобы нам было легче и для ускорения, я вот набросал. Вот жизнь – это движение, жизнь – это развитие, жизнь – борьба. Или, как пел Шаляпин, помните, что наша жизнь – игра. Вот еще ассоциации есть? Свобода. Свобода, так, отлично, еще. Удовольствие, хорошо. Вот я сейчас даже возьму маркер. И с удовольствием напишу вот здесь вот, смотрите, свобода. Еще. Служение. По одному, если можно. Служение, да, слышал? Удовольствие, долг, да? Ну, вот смотрите. Ну, эмоции, хорошо. Ну, пока вот набросали, чтобы представление было, к чему это все. Вот смотрите, в ответах на эти вопросы, простые, мы уже начинаем формировать канву понимания жизни. Почему это все важно? Потому что мы двигаемся дальше и переходим к понятию смысла жизни. Давайте помним, что такое смысл жизни. Опять заглядываем в Википедию и видим, что это философская, духовная проблема, имеющая отношение к определению конечной цели существования, предназначения человека, как биологического вида, так как индивидуума. Ну, здесь, если разговаривать, вот в этом контексте все достаточно просто. Если мы берем человека как биологический вид, то смысл его жизни сразу понятен, просто это воспроизводство. Как любой нормальный биологический вид, он должен продолжаться и, естественно, здесь все понятно. А вот с точки зрения индивидуума это уже намного, намного все интереснее. Давайте посмотрим. А вот теперь давайте то же самое, что с жизнью, попробуем сделать со смыслом жизни. А вот смысл жизни, он у нас с чем ассоциируется? Вот для затравки вам. Этот вопрос очень часто задают, ловят людей на улице, спрашивают, а в чем смысл жизни? Как правило, наиболее традиционный ответ, они не проранжированы, они вот такие, там, дети, любовь, деньги, власть. Очень частый ответ, смысла жизни нет, родили, надо жить. Все, житель мучится. Есть мысли какие-то? Что можно дописать сюда? Саморазвитие, саморазвитие. Саморазвитие, очень интересно, смотрите, саморазвитие. Карьера. Поставить вкладку на себя. Карьера. Было счастье, да? Кто сказал счастье? Познание. Отличный. Познание? Ну, познание близко к развитию. Хорошо. Специально для Игоря Николаевича допишем познание. Ну, можно еще много чего. Я хочу, чтобы у нас сформировалось небольшое поле, представление, и вы немножко размялись в том числе. Двигаемся вот по технологической цепочке дальше. А что у нас дальше? Все очень просто. На самом деле, если мы будем задаваться вопросом, а для чего же мы ищем определение смысла жизни? Ну, давайте представим себе. Ну, знаем мы, что такое смысл жизни, и что нам от этого легче жить будет. Ходим мы такие счастливые, а мы знаем ответ. Ну, и чего нам дает? На самом деле, мы верим в то, что смысл жизни даст нам счастье. Даст нам понимание, как правильно жить, что нас приведет к счастью. На самом деле, вот правильно думать, что мы хотим быть счастливыми. То есть, на самом деле, каждый человек рождается, чтобы быть счастливым. Давайте двигаться дальше. А что же такое счастье? Опять же, заглядываем в Википедию, и видим уже знакомые нам ответы. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте, осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации. Вот я здесь два ключевых слова, с моей точки зрения, выделил. Это удовлетворенность. Заметьте, у нас уже было нечто подобное, да? Удовольствие, удовлетворенность. Вот мы знакомые слова включаем. Самореализация, реализация, саморазвитие. Уже знакомые все вокруг чего-то общего. Уже тепло где-то, да? Уже где-то рядышком крутимся. Итак, дальше следующий вопрос. Местами глупый, но тем не менее. Как долго может длиться счастье? Ну вот все же мы наверняка испытывали счастье. Кто испытывал счастье? Ну вот все испытывали счастье. Классно. Вот смотрите, а как долго может длиться? У кого-то секунды, у кого-то минуты, иногда часы, иногда даже дни. Но, как правило, все вы, наверное, согласитесь, что счастье, оно у нас, ну, конечно. А так хочется быть счастливым всегда. Кто не хочет быть счастливым? О, вы уже счастливы, я понял. Нет, просто, мне кажется, что если всегда быть счастливым, то теряется много возможностей. Например, может ты что-то осознаешь во время грусти? Просто всегда счастливый – это идиот. Понятно. Такой ответ тоже может. На самом деле и то, и другое близко. Но на самом деле, если мы говорим о том, что мы хотим быть, ну, счастливы долгое время, то, наверное, мы переходим в другую плоскость. Она называется гармония. На самом деле, все, к чему мы с вами стремимся, – это достижение определенного баланса. Или, как мы говорим, гармонии. И не зря есть знаменитая фраза, что счастье в гармонии. Давайте сделаем следующий шаг. И это последнее определение на сегодняшний день, взятое из Википедии. Что ж такое гармония? А гармония – это согласование разнородных и даже противоположных конфликтных элементов. Вот мы пришли фактически к концу определенной цепочки, из которой можно сделать очень интересный вывод. А выглядит он так. На самом деле, смысл жизни в поиске, достижении, поддержании внутренней и внешней гармонии. Ну, или по-другому, баланс основных, наиболее для вас важных составляющих бытия. Вот, ни много, ни мало, а вот такой промежуточный вывод. Ну, вот кто-то из вас скажет, вот такой умный пришел и все запутал. Сначала был непонятный смысл жизни, что это такое, а теперь другой непонятный, какая-то гармония. Вот если пришел и понятно объяснил, что делать, куда идти, как по шагам все разложить, чтобы раз и был счастливый, раз и гармония, раз и смысл жизни. Да? Было бы здорово. Кто хочет алгоритм? А? Хотят? Хотят алгоритм. Ладно, их есть у меня для вас. Итак, три простых навыка и один большой секрет для достижения гармонии. Еще раз подчеркиваю, именно гармонии. Потому что, с моей точки зрения, смысл – это больше такое общее философское понятие. А вот состояние, в котором мы должны пребывать, для того, чтобы у нас не возникало потребности искать смысл жизни. Вот я просто спрошу, как правило, когда человек счастлив, он ищет смысл жизни или нет? Как правило, нет, да? А когда он ищет смысл жизни? Когда у него что-то где-то не получается или не сходится. И он говорит, что-то не так, зачем я вот где-то, что? Итак, давайте попробуем. А вот здесь будет все на самом деле интересно. С одной стороны, я обращаю внимание, буду несколько раз к вам обращаться, чтобы вы вспоминали об этом. Здесь есть ключевое слово «навык». Понимаете? Навык – это некая, ну, скажем так, по-другому привычка. Привычка что-то сделать. То есть вы должны вырвать эту привычку с одной стороны. А с другой стороны, вот все, что я буду вам сейчас говорить, вам будет для безобразия знакомо. Но от состояния для безобразия знакомо, до умею и навык есть большая разница. Просто поясню простой пример. Вот кто из вас знает, как ездить на велосипеде? Все знают. Ну да, наверное. Все видели. Даже кто не знает, все равно может писать картинку, будет понятно, что там руль, два колеса, педальный привод, все классно. А кто умеет ездить на велосипеде? Отлично. А вот представляете себе воспоминания, когда вы только первый раз сели на велосипед, да? То есть вам понятно, как ездить на велосипеде, но оно не ездится. Почему? Вот и парадокс главной жизни. То есть вы до этого ходили, да, фигня какая, сейчас сяду, поеду. Нет. Но в этом есть одна очень важная особенность. Она заключается в том, что если вы один раз научились ездить на велосипеде, то что? Да я научился. Умница. Умница. И вы можете 10 лет не ездить на велосипеде, 20 и больше, сели и поехали. А почему? Потому что у вас выработался определенный нужный навык, у вас соединилось понимание с вашими определенными вещами. Я к чему это говорю? К тому, что вот это надо воспринимать вот через такую призму. Следующее. Итак, первое. Первый простой шаг. Самоанализ. Вот знаете, парадокс. Ну что мне себя анализировать, я и сам себя так хорошо знаю. Это с одной стороны. С другой стороны, никто не знает вас лучше, чем вы сами себя. Это второй парадокс. При этом сами себя знаю, вы знаете, когда сапожник без сапог. Вот то же самое. Прекрасно сами себя зная, вы сами себя не хотите знать. Опять парадокс, но это факт. Понимаете, вот когда мы говорим про смысл жизни, все почему-то думают, что есть какая-то универсальная формула смысла жизни. У каждого из нас здесь сидящих свой смысл жизни. Понимаете? И поэтому, если вы хотите найти смысл жизни, хотите найти счастье, достичь гармонии, это ваше. Понимаете, вы должны это искать для себя. Отсюда я еще раз хочу сказать, что вот мы начинаем с самоанализа. А что такое самоанализ? Мы рождаемся все разными. Одни рождаются мальчиками, другие рождаются девочками. И вы знаете, что разница очень большая. Ну, простой пример. Женщины воспринимают, девочки, женщины, девушки, они воспринимают гораздо больше цветов, чем мужчины. В разы больше, в порядке разов. Это говорит о чем? Они мир видят другим. Отсюда возникает много интересных, курьезных ситуаций. Например, когда вам ваша любимая девушка, женщина говорит, а подай мне вот тут, допустим, брусничную кофточку. Говорит, эту красную что ли? Сам ты красный, ты оскорбил женщину в этот момент. Как ты мог назвать брусничную кофточку красной? Дальтоник несчастный, а? Все, развод. А почему? Потому что действительно человек, будучи биологическим видом, он так может сильно отличаться. Или второй вопрос. Вот мы раздаемся и антропометрически становимся разными. Кто-то вот повыше, как я, кто-то пониже, кто-то пополнее, кто-то вот. Оказывается, при этом люди совершенно по-разному себя чувствуют, сознают. Вот простой пример приведу еще. Про себя, мой любимый. Когда я купил квартиру, жена сказала, холодильник, моя территория, все, не лезь ко мне. Вот тут я буду делать все сама, говорю, хорошо. У меня только одна просьба. Будешь покупать холодильник, пожалуйста, купи так, чтобы у меня сверху была холодильник. Дельная камера, снизу морозилка. Она говорит, да, конечно, без проблем, все нормально. Покупает холодильник, его привозят, распаковывают. Ну, естественно, все наоборот. Морозильник сверху, холодильник. Я говорю, ну, милый, я же просил. Она говорит, какая разница? Объясняю. Надо объяснять. Каждый вечер я кланяюсь в холодильнику. Вы понимаете, когда мне лень кланяться в холодильник, у меня говорят, ну, это там. Я говорю, где там, ну, там. Вот я говорю, ну, где я вот залез, все, нашел. Вот. Но почему? Потому что действительно человек привык, он по-другому живет. Но самое интересное происходит с нами в процессе социализации. И на самом деле, вот если от шуток перейти к серьезному, когда мы говорим про самоанализ, это поле наших возможностей и поле нашего потенциала. Потому что если мы хотим достигнуть гармонии, то мы хотим достигнуть реализуя себя. И здесь мы очень четко должны себе отдавать отчет, что лучше нас себя никто не сможет понять и вот эти вещи оценить. Поэтому здесь очень важным является, чтобы вы для себя это зафиксировали. Когда я говорю навык, надо понимать, что мы с вами развиваемся. Мы развиваемся каждый день, даже сами себя не замечая. Что-то прочитав, что-то посмотрев, с кем-то познакомившись, с кем-то пообщавшись. Мы меняемся постоянно. И вот эти изменения мы должны для себя чувствовать и фиксировать. И еще нужно слушать себя. Нужно слушать свой организм. Он очень много чего нам полезного подскажет, расскажет. Я уже не говорю, что у каждого из нас разное состояние здоровья, у каждого из нас эмоциональный, разный фон и так далее. В общем, пока в этом месте мы про самоанализ завершим. Следующее. Как вы думаете, что следующее? Вместе. Рано еще. Рано, ну. Анализ внешней среды. Ведь если мы будем реализовывать себя, свой творческий потенциал, свои возможности и так далее, мы же их будем реализовывать не где-то. Мы их реализуем в окружающем нас мире, среди людей, с которыми мы живем, которые такие же, как мы, от нас очень сильно отличаются при этом. Мы их будем реализовывать, живя в конкретном месте. И здесь возникает тоже очень большой вопрос. Очень часто мы об этом не думаем. У нас что-то не получается, но мы не пытаемся понять, почему это происходит. Ну, например, если вы... Ну, к примеру, знаете, что такое керлинг? Вы очень любите керлинг, например. И хотите стать, вот, ну, спортсменом, который играет в керлинг. А живете в Ришкороле. А хотите керлинг? Ну, понятно, что у вас ничего не получится. Вот. Но, тем не менее, это надо понимать, просто для себя осознавать. Ну, или если, например, ну, совершенно разные примеры. Вы хотите, например, заниматься балетом, то у вас здесь есть шикарные возможности, потому что у нас есть возможности для развития балетом. И так далее. И поэтому вот та среда, в которой мы живем, вот если у вас, допустим, есть дети, то что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь дать детям максимально возможность, ну, раскрыться, почувствовать, где у них получается, не получается, опираясь опять на ту же самую среду, которая у нас с вами есть. Поэтому среда – это среда наших с вами возможностей для реализации нашего потенциала и достижения гармонии. То есть вот в этой среде мы с вами становимся счастливыми или несчастными. И нам надо эту среду понимать. Потому что если мы вдруг не достигаем гармонии, значит, одно из двух – дело либо в нас, либо в среде. Ну, а третий шаг что? Как вы думаете? Синтез. Отлично. Отлично. И так, когда мы поняли, кто мы, где мы и зачем мы, и что у нас есть из возможностей и потенциала, и поняли окружающую среду, давайте будем пробовать соединять первое со вторым. Мы этим занимаемся регулярно. Вот. Когда мы занимаемся самореализацией, мы, еще раз говорю, делаем то, что можем, там, где мы с вами находимся. Это надо очень четко понимать. И если у нас что-то в жизни не получается, то мы должны понимать, либо мы должны измениться сами, либо мы должны попробовать изменить окружающую нашу среду. Изменить ее можно двумя способами. Изменить среду, в которой ты находишься непосредственно, либо же просто перейти в другую среду. Уехать, например, в другой город. Ну, к примеру, как часто многие делают, едут и так далее. Это что касается самореализации. Движемся дальше. Вот я нарисовал такую очень простую картинку. Она должна быть на самом деле сложнее, объемнее. Вот как Игорь Николаевич любит такие картинки рисовать. Я так не умею. Она выглядит следующим образом. Вот здесь есть основные составляющие в жизни. Можно плюс-минус добавлять, у кого-то убавлять, у кого-то добавлять. И я попробовал просто изобразить вот этими столбиками определенное значение определенных составляющих в этой жизни. Для чего это сделано? Вот если считать, что это условный человек, и у него вот это состояние условной гармонии, то мы с вами что видим? Что это такой человек, склонный к власти, да? Для него это вот как доминирующая составляющая в жизни карьере, там и так далее, и так далее. Вот это состояние некого условного баланса. И казалось бы, вот в этом месте можно уже радоваться, кидать шапки вверх, хлопать в ладоши. Вот мы все, все нашли, все оно работает, все здорово. Нет. В чем загвоздка? Этого не хватает или еще что-то, чего-то хочется? Вопрос не в этом. Вот смотрите, дело в том, что вот эта картинка, она статическая. Вот это сегодня, здесь, сейчас, при таком раскладе я счастлив. У меня есть немножко хобби, у меня есть много карьеры, у меня есть семья. Я немножко верующий, как обычно у нас люди, я вот, да, я сочувствующий. Вот, соответственно, мы ценим внешнюю оценку, для нас не так важна самооценка там, ну и социальная значимость. Кстати, вот про социальную значимость я отдельно скажу. Есть некоторые вещи, которые являются очень важными. На самом деле мы их недооцениваем, но они являются очень важными, я бы вот здесь выделил бы две. Первая – социальная значимость, ну или по-другому, как еще называют простым языком, нужность. Вы знаете, большое счастье, когда ты нужен, в принципе нужен. Вот ты пришел, и все тебе рады. Вот, понимаете, это, к сожалению, многими недопонимается, и многими не ценится. Почему это важно, я немножко позже скажу. Ну и второе, что является очень важным. Как вы думаете, что для всех? Абсолютно верно, здоровье. Ибо дабы, что бы вы ни делали, как бы вы к власти ни стремились, если оно у вас нарушится, я вас смею уверить, смысл жизни у вас поменяется. Кстати, многие люди думают, что у них вот есть смысл жизни, они его найдут и пойдут с ним по жизни. Как правило, да, они его находят, но он регулярно меняется. Вот такое это вот непостоянное явление, оно может меняться. Поэтому это тоже надо понимать. И когда мы говорим про гармонию, мы должны понимать, что вот в этой картине стабильной у нас должно быть определенное количество составляющих жизни, которые могут нас удерживать в этой гармонии. Такие своего рода якоря. Но о них я немножко позже скажу. Теперь я скажу о главном. Вот казалось бы, все красиво, все хорошо, все здорово, что плохо? Плохо то, что мы такие изменчивые. Вот сегодня у меня вот так все. И у меня все хорошо. У меня гармония, я счастлив, у меня все нормально. Завтра у меня все то же самое. Ничего не изменилось. Ну, вроде тоже все нормально. А послезавтра меня все бесит. Не знаю почему, но реально бесит. Вот видите, ничего не изменилось. У меня и денег столько же. И семья та же. И работа та же. И вот, ну все то же самое. Ну, что это пошло не так? А что пошло не так? Не знаю. И вот все пошло не так. И вот все. Надо искать смысл жизни срочно. Заново. Вот. А что пошло не так? Дело в том, что мы все вот такие изменчивые. Живем в среде таких же изменчивых людей. А эта среда всего вместе генерирует еще среду, которая вокруг нас меняется в социальную. И вот здесь мы приходим к очень интересному состоянию, что если у нас нет устойчивого баланса, мы его не выработали, мы его не умеем вырабатывать, ощущать, то мы очень подвержены внешним воздействиям, ну, то, что называется дисгармония, дестабилизация, дисбаланс и так далее. С чем это бывает связано? Чаще всего это так называемые шаблоны губительного мышления. Вот тут мы подходим к главной хитрости. Я про большой секрет. Вы же забыли про большой секрет, а я помню. Итак, в чем заключается большой секрет? А он заключается в том, что мы сами себя делаем либо счастливыми, либо несчастными. Вот в чем парадокс. У нас изначально при рождении есть все, чтобы быть счастливыми. Можно встать утром и сделать себя счастливым. И так делать каждый день. Вы не поверите, это нормально. Это существует в специальной практике, и ты ничего не меняешь, просто себе создаешь нормальное, хорошее настроение и с ним живешь. А это хорошее настроение генерит вокруг тебя хорошее поле, у тебя все прекрасно. Но мы так не хотим, мы не ищем легких путей, поэтому мы чаще всего подвержены всяким девиациям. А как вы думаете, почему с нами происходит девиация? А почему так принято? На самом деле это все зависит от нас самих, как мы настроены. Здесь не хватает одной хитрости, вот она какая. И заключается в следующем. Здесь мы видим девять реакций на одно и то же самое событие. Девять реакций одного и того же человека на одно и то же самое событие. А чем они отличаются? Мы на самом деле с вами думаем, что жизнь устроена каким образом? Происходит какое-то событие, и мы на него реагируем. Так ведь? Ну вот реакция. А вот не так. На самом деле мы реагируем не на событие, которое происходит, а знаете на что? На свои чувства? Нет, не совсем на чувства. Еще версии есть? На то, что ожидали. Ну близко все. На самом деле мы реагируем на нашу интерпретацию этого события, на наше восприятие, как вы правильно говорите, наше событие. То есть на самом деле событие может одно, а среагировали мы по-разному. Почему? Потому что вот вчера человек к тебе приходил, улыбался, ты ему улыбался в ответ, все было хорошо. А вчера тебе сказал, что он на самом деле улыбается, а про тебя гадости думает. И сегодня ты пришел, тебе улыбнулся, ты говоришь, а-а-а, я знаю, я тебя раскусил, ты гадости про меня думаешь. Не буду тебе в ответ улыбаться. Все. И сделал ему какую-нибудь страшную рожу. Все. Понимаете вопрос в чем? Мы очень сильно подвержены, находясь в информационном поле, чужому влиянию. И, к сожалению, мы сегодня живем в мире навязанных нам образов. И мы с удовольствием эти навязанные образы принимаем. А знаете, самое страшное? Мы их ищем. Нам это надо. Мы хотим, чтобы кто-то пришел и нас обманул. Нам так это нравится. Хотя, вот спроси, хочешь, чтобы кто-то обманул? Не, не хочет. Но зато, если кто-то придет и скажет, давай я приду и скажу, как правильно, как сделать, чтобы ты стал богатым? Ты говоришь, да, правда, правда. Отлично. Хочешь, чтобы тебя обманули? Нет. А хочешь, чтобы сделали богатыми? Да. Отлично. Все. Все, договорились. Вот у нас происходит примерно то же самое. Почему это происходит? Это происходит, опять же, потому что у нас не вырабатываются наши собственные определенные навыки. Ну, там, может быть, про критическое мышление, и так далее, и так далее, и так далее. Главный вопрос заключается в чем? Главный вопрос в том, что если мы привыкнем делать определенные шаги, если мы привыкнем формировать у себя некие правильные шаблоны мышления, мы начнем с вами жить совершенно по-другому. Вот вопрос-то в чем. И когда мы говорим про поиск смысла жизни и так далее, мы все хотим на самом деле поумничать и так далее. Самая главная проблема троится в нас. Если ты хочешь быть счастливым, ну, будь счастливым. Вот и все. Если ты хочешь, чтобы тебе мир улыбался, каждое утро улыбайся, каждое утро этому миру сам. И тогда у тебя будет все хорошо. Если ты чувствуешь, что что-то у тебя идет не так, сядь спокойно и подумай, а что не так-то идет? Вот тебя бесит. Что бесит-то конкретно? И тогда одно из двух. Может быть, просто произвести, как говорят психологи, коррекцию я-концепции. Вот кто знает, что такое я-концепция, поймет. Или по-другому уменьшить немножко свои аппетиты. Вы знаете, в чем главный конфликт, один из главных конфликтов сегодняшнего времени? Он заключается в том, что у нас есть большое противоречие между нашими претензиями, ну, да, и нашими возможностями. Потому что информационный мир нам генерит огромное поле претензий. Говорит, да это все легко. Да сейчас ты встанешь, да и все. И при этом все вокруг ездят на дорогих иномарках, ходят в шубах, я не знаю, носят бриллианты, живут в больших квартирах и зарабатывают огромные зарплаты. Причем ничего не делают. А мы такие умные, красивые и прозябаем. Вы понимаете? Вот ведь проблема-то в чем? На самом деле, просто надо ко многим вещам подходить по-другому. И еще у нас есть и да, альтернатива. Жить всю жизнь несчастными, искать смысл жизни. Либо, соответственно, решить, что ну нафиг, я буду счастливым, я буду жить немножко по-другому. Ну, я еще много чего могу рассказать вам. Мне обещали оставить время на вопросы. В конце несколько полезных советов. Наша страна советов. Хоть мы уже и не страна советов, но все равно советов. Первое. Не пытайтесь смотреть, как у других. Не пытайтесь им тем более подражать. Особенно вот злой товарищ телевизор и интернет. Вы понимаете, у нас ведь... Ну, это кошмар на самом деле. Я прочитал, прочитала в интернете. Все. Сейчас это модно, это не модно. Это можно, это нельзя. Это есть, это не есть. А вот это вредно, это не вредно. Все. Все у нас. Понимаете? Попало в голову мысль. И все. И по кругу. Все. Все. У нас уже все остальное не важно. Все плохо. Я жил неправильно. Все. Я жила неправильно. Все остальное было зря. Все было не так. Надо все заново. Все заново. До очередной мысли. Слушайте, те-то нас обманывали, да? А эти-то вот. Итак, у каждого свой смысл жизни. Поэтому, если вы увидите у кого-то другой хороший смысл жизни, не думайте, что он вам подойдет. И поэтому, если кто-то к вам придет, такой умный, хитрый, подмигер. Слушай, у меня есть немножко смысла жизни. Пойдем, я поделюсь. Вот. Подумайте, стоит ли его смысл жизни-то себе брать. Может быть, вы, взяв его смысл жизни, с этого момента начнете работать на него? Второе. Научитесь радоваться жизни и получать от него удовольствие. Знаете, что для этого нужно? Вы скажете, о, легко сказать, трудно сделать. Очень просто. Хотите, поделюсь секретом? У вас есть вещи, которые вам приносят, ну, регулярно положительные эмоции. Ну, например, кто-то любит слушать музыку. Кто-то любит, я не знаю, там, что-то себе вкусненькое сготовить. Вот на этих вещах надо фокусироваться. Ну, сделайте себе что-то. Вот каждый день вы делаете что-то, что вас делает счастливым, и на этом акцентируйтесь. Вот вы вышли с хорошим настроением и старайтесь его сохранить, дарить другим. Вы понимаете? Это очень простые привычки, очень простые навыки, но они очень эффективны и полезны. Если вы начинаете загоняться, вы чувствуете, что вы загоняетесь. Не позволяйте этому вас загонять. В жизни все очень просто. Или вы чем-то управляете, или это что-то начнет управлять вами. Вот и все. По-другому не будет. Если вы чувствуете, что что-то начинает вас давить, попробуйтесь под этого давления выйти. Ну, найдите привычки у кого как. Кому когда страшно, он там вспоминает какие-то тренингов, привычек. То есть, можно много чего найти, разных практик. Сейчас я просто в детали не хочу удаляться. Просто попробуйте действительно получать удовольствие и улыбаться жизни чаще. Обязательно не останавливайтесь в развитии. Вот главная наша проблема заключается в том, что мы очень часто вот просто сели вот так, смесли. Вот сейчас оно где-то приплывет, что-то полезное нам, с неба упадет, там, еще откуда-то. Мы будем счастливыми. Кто-то придет. Вот, знаете, вот сидеть так вот и философствовать, или фантазировать, вот, там, придет человек, он, там, сделает меня счастливой, там, еще что-то. Ну да, гипотетически это возможно. Гипотетически. Но надо понимать, что на порядке более вероятное событие, если вы сами будете двигаться. И еще. Вы знаете, в чем интерес? Интерес очень простой. Как только вы становитесь активным, как только вы становитесь позитивным, к вам начинает притягиваться все активное, позитивное и интересное. Ваша жизнь становится совсем другой. Поэтому старайтесь, старайтесь развиваться вместе с жизнью. Тогда жизнь будет развивать вас. Очень важно. Вот, когда нам бывает плохо, когда мы считаем, что мы живем неправильно и так далее, вот, когда я говорю про икоря. Очень важно понимать и оценивать, что у нас есть много чего хорошего. И что может быть на самом деле еще хуже. Вы знаете, что такое счастье? У счастья есть очень короткое и очень жесткое определение. Счастье – это отсутствие несчастья. Вот и все. И поэтому, когда вы вдруг думаете, что у вас все плохо, что вот так, на минуточку подумайте, что все может быть гораздо хуже. И что у вас так много есть, у вас есть это, 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 это. Да, могло быть еще и то, 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 но уже это, уже много. И тогда вам, может быть, станет спокойней, и тогда вы, может быть, опять запустите самоанализ и скажете, да ну что я загоняюсь, зачем мне третья норковая шуба? Да бог с ней, в конце концов и двух мне хватит. И вообще пуховики пошли хорошие, они подешевле стоят. Ну, как вариант. Ну и пятое – надо пробовать иногда на себя поставить со стороны. Очень часто мы забываем, как мы выглядим. Нет, ну мы знаем, как мы выглядим, в зеркало смотримся и так далее, я не про это. Я про то, как мы вообще со стороны выглядим, как на нас реагируют люди. Это очень важно, потому что мы часто в своей эгоцентричности не замечаем того, что мы находимся в другом контакте с социумом, с окружающей средой. И вот эти сигналы окружающей среды, их надо воспринимать и понимать, все ли хорошо, улыбаются ли тебе в ответ. Или ты ходишь, улыбаешься, а все вокруг тебя кривятся. Значит, что-то не так пошло. Поэтому надо стараться смотреть на себя со стороны. Ну и в завершении, ну, конечно, у нас все получится. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ